Территория машин Всем привет! С вами Территория машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о покупках в интернете и расточительном швейцарце. Что мы покупаем в интернете? Ну, одежду, обувь, еду. Но вот с недавнего времени очень многие фирмы решили, что в интернете можно продавать и автомобили. Причем это не просто конфигуратор, который ни о чем не говорит. Это настоящие продажи. Ну, начнем с того, что Морган стал продавать свой детский электромобильчик на сайте. Там, правда, есть еще пиво, но сейчас не об этом. Продавать машины в сети решил Макларен, а именно свою самую яркую новинку 720S. На сайте можно выбрать три уровня комплектации. От простого до очень крутого. Цветов у автомобиля 34. Тоже есть с чем поиграть. Дальше играть не с чем, потому что двигатель один. В минимальной комплектации автомобиль с мотором мощностью, как у боевого истребителя, стоит порядка 15 миллионов рублей. Если начать отягощать его опциями, то эта сумма легко удвоится, но зато это станет самой дорогой покупкой в интернете. Кроме этого, покупатель получит разгон до сотни за 2,8 секунды и звание большого оригинала. Многие компании прибегают к оригинальным способам продаж. Потому что простой шоурум — это банально. В истории нашего рынка был забавный случай, когда китайские кроссоверы Cherry продавались через телемагазин. И знаете что? Их даже покупали. А вот один дилерский центр «Мерседес» в Швейцарии предлагал покупать автомобили прямо на склоне горы с лыжниками. Попасть туда своим ходом машины не могут, это все-таки горы. Так вот, владелец центра доставал их туда вертолетом. Собственным вертолетом же автомобиль привозили покупателю. Говорят, что бизнесмен был такой щедрый, что почти все деньги потратил на авиационный керосин. Причем на керосин не для покупателей, а для того, чтобы спустить импровизированный дилерский центр с горы. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться.